Итак, ребята, вот у нас система DBM9, которая приведена к виду Ubuntu 18.04. Мне это понравилось. Значит, первое, что вам нужно сделать, это установить Gnome Shell. Gnome Shell наберете установка Gnome Shell, потому что, как вы видели, сама по себе Gnome, он не очень удобный, без расширений. Gnome Shell легко найти, и вот, есть команды. Но прежде чем мы перейдем к этому, ребят, смотрите, в DBM9, как в Ubuntu, нет команды Sudo. Поэтому сначала вы что делаете? Первое, что надо сделать, это открыть терминал. Вот я, допустим, себе вообще терминал настроил на F12. Ну, мне никогда не нравилось Ctrl-Alt-T, 3 клавиши, 2 руки отрывать. У меня F12. Настройка горячих клавиш. Сейчас я попробую посмотреть, где я это делал. Сейчас остановлю. Ага, вспомнил. Короче, если хотите открывать терминал, потому что терминал в DBM9 вечно набирают, как открывать? Ребят, вот здесь меню, да, у вас будет. Открываете настройки, ищите клавиатуру. В клавиатуре у вас открывается такое окно. Добавляете, нажимаете, вот Gnome терминал, да. Вот это вот, перепишите себе, так будете вводить. У меня клавиша F12. Только здесь надо все сделать следующим образом. Сначала добавили, потом сразу тыркнули клавишу, она здесь появится, а потом уже все остальное вписываете, иначе клавиша не тыркнется. Поняли, да? И получается, по F12 у вас терминал. Сразу, в чем отличие от Ubuntu, это надо вот что сделать. Открыть обновление. То есть, путь AdsAppSourceList. Грубо говоря, значит, просто покажу путь, да, покажу путь. То есть, где находится, откуда вы будете обновлять. AdsAppSourceList. Ищите. Вот он здесь, SearchList, да. То есть, вы его открываете. Зачем его открывать? Открываете. Обратите внимание, у вас этого не будет. Как правило, когда вы устанавливаетесь диска, здесь будет стоять, короче, вставить диск. И тогда, как бы вы не дернулись в строку, он пишет, определите диск. Поэтому все нафиг убираем. А, открываем. Открываем просто-напросто. И мы можем здесь набрать, либо, так, генератор. 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 Лист. Дебиан 9. И вы найдете кучу генераторов. Либо просто в интернете поищите пару репозиториев, да, там, основных. Вы их быстро найдете. Вот, допустим, открылась Дебиан Вики. И вот они сразу дают, да. Если это касается Дебиан 9, то, ну, дам я вам сразу ссылки. То есть, ну, здесь немножко... А, здесь не дам. Здесь компонент. Почему? Потому что здесь есть маленькая особенность. По суршелестам почитайте немножко. Важно, чтобы было не майн заканчивалось, да, а контрип нон фре. Везде добавляете контрип нон фре. В общем, посмотрите. Ну, если хотите, я могу свой суршелест дать, да. Но вы впоследствии разберетесь и записывайте, да, где что. Это вот мой лист. Я его тоже сейчас вам... Тогда... Суршелест вставите, сохраните. И тогда уже можно сделать... Можно дальше делать обновление. То есть, тогда уже... Команды я тоже дам все основные. Сейчас по ним поясню. Так, сейчас вобью. Вот это так я разделяю, да. Я не понял. А, ну сейчас я понял. Просто я влез. Сейчас разберусь. Секунду. Вот основные команды. После этого вы можете спокойно обновлять. Новое окно в терминале. Ctrl-Shift-T, по-моему, да. Открываете. И обновляете. После этого. Потом обновления в Debian довольно редкие. По сравнению с Ubuntu. У меня русская стояла. Первый раз будет долго скачивать. Там где-то 500 мегабайт. Потом уже пойдет по быструхе. Значит, сообслуживание системы. Сразу показываю. То есть, что сделали для новичка. Обновили. Да, обновили. Каждую неделю это проделываете. Если что-то ставилось, команду aptitude надо будет установить. Удобная команда удаляет старые файлы конфигурации. Не так часто надо. Но если, допустим, чего-то вообще удаляли, все удалит. Допустим, старых ядер, когда удалены, все старые ядра. Значит, дальше. Если какие-то глюки, то запускаете команду install. То есть, доустановить битые пакеты. Следующий момент. Вот это команда общего обслуживания. То есть, удалить тэш, удалить старые пакеты. Она тогда да, нет, будет спрашивать. Нажимаете да, все окей. И обновляете групп. То есть, самые простые действия, которые будут систему поддерживать в нормальном состоянии. Если надо когда-то убить процесс, то pkill, что ставить, если не стоит. И, грубо говоря, pkill и имя приложения. С этим разобрались. То есть, поняли. Следующая программа, которая обязательно ставится, это обязательно ставим, то есть, в папке home делайте себе какую-то папку. Где она у меня? В документах. Так. Создайте себе папку, установку SystemBug. Обратите внимание, SystemBug это программа для, вот так она выглядит, для создания точек восстановления. В чем ее сущность, в чем ее хитрость. Ну, допустим, поначалу вы, у вас не всегда будет, вы сможете иногда загубить систему, но что-то не то сделаете. Поэтому она сохраняет в home, да. Я вам говорил, home не стирайте. Хотя можно выбрать любую директорию. И смысл такой, но загубили систему, система работает неверно. С нуля ставите на те же диски систему, ставите SystemBug. Потом берете восстановление, ставите программу SystemBug, она находит точку восстановления. Через несколько минут у вас опять та старая система, которая была в рабоспособном состоянии. Забудьте уже как в Windows, что переустановили систему и начинаем все программы по-новому ставить. Здесь такого не нужно. Так вот, SystemBug в 2018 году, в 2018 году объявил разработчик, что закончил ее поддержку. Но потом, по-моему, итальянский кто-то парень взял. И там уже включено и Debian 9. То есть, на сегодняшний момент это версия 1.3. Найдите в интернете SystemBug InstallPack 1.3. Потом будет уже выше версии, да. По сути дела, установка заключается в том, что если брать папку загрузки, то там все расписано, да. Ну вообще, распаковываем вот этой командой архив. Переходим в архив и нажимаем, вводим в судоинсталь с СССР. Важно, чтобы был подключен интернет обязательно, потому что некоторые пакеты программа будет скачивать, иначе правильно не установится. Итак, установили программу SystemBug, почитаете, которая уже поддерживается новым разработчиком. И сделали копию системы. И дальше, дальше, дальше. Вторым шагом я рекомендую все же скачать вот MyTetra, хорошая программа. И все, что не сделали, записывайте, чтобы все действия ваши были записаны. Следующим шагом. У вас, я забыл, не было установлено суда. Настройка, набираете настройка, настройка Debian 9 после установки. Материала много. И, понятно, первое, потому что суда не установлено, первое дело установить СУ. Ну, просто берете и делаете, да. То есть, проделаете все эти шаги, потом разберете, что надо, что не надо. Не обязательно переустановите уже, когда немножко научитесь, делаете себе уже систему, как вам надо, да. Ну, хватает этих вещей, то есть, настроили. Следующий этап у нас идет, это подключение, расширение гном. Значит, стой здесь, чтобы было вот такой вот вид, что надо сделать. Вы будете что делать? Инструкции, когда пока не подключены, их хватает в интернете. То есть, и тут сразу есть инструкции, как подключить к Mozilla, как подключить у вас, выдаться, если вы не подключены, что выдадутся инструкции. В общем, грубо говоря, вот то, что у меня установлено, а вы будете, если хотите, просто вот это вот набирайте вот здесь в расширениях, да. Здесь на будущее запомните, что по сути вы можете сделать, выбрать здесь не все версии, а только вашу версию, да. Теперь я вам коротко пробегусь, расскажу, чтобы была такая система, да. Активити, сначала обязательно ставите Dash.to.doc меню. То есть, что было у вас в меню, вот здесь, оно полностью настраивается. Здесь куча настроек. Поставите себе справа, слева, снизу, как хотите. И все сделаете. То есть, у вас будет меню. Дальше можете поставить Активити Конфигуратор. Ну, допустим, я вот сделал при помощи этого звездочку, оно у меня вот так вот делается. То есть, там тоже очень много настроек, где можно покопаться. В принципе, вещь. Альтернатива Tab. В новом процессе, по-моему... А, отображать. Ну, это не так обязательно. То есть, как отображать. Дальше. А, ну, вот. Грубо говоря, Afolders Manager Extension, да. То есть, грубо говоря, это относится вот к этой вот вещи. Ну, и кроме этого, что он делает? Он будет у вас наводить сразу порядок. То есть, тут будет выставлено удалять куски. Все. Аппликейшн меню в Gnome Shell может быть. Оно не будет совместимо с DutchDog. Поэтому выключаем. Иногда его проблематично удалить. Поэтому просто выключили и все. Auto Mow Windows у меня выключило. Coffee Line. Это программа, грубо говоря, такая чашечка, чтобы не погасал экран. Дальше. Gnome меню. Gnome меню. Вверху меню появляются дополнительные кнопки. Можно установить. Может. Сами посмотрите. Imper. Это увеличение скорости анимации. Либо можно отключить. Если включили, то установить это приложение, чтобы быстрее сделать. Lauch. New Instance. То есть, грубо говоря, все вот эти приложения запускать каждое в новом процессе. На TV почитаете панель USD. Вот это приложение, оно показывает, где окно показывает. Я себе окно подсказок вводит вот здесь. Оно мне не мешает. Потому что оно поначалу вводится посередине, но не очень удобно. Дальше. Это меню, в которое диски вставляете, да, будет выдаваться. Скриншот. Я другими пользуюсь программами, но вы можете установить хорошие программы для скриншотов. Toda List. Toda List. То есть, записывать напоминалки, какие-то быстрые, да. Sund Divisor Shows. То есть, грубо говоря, вот здесь будет у вас отображаться сразу звук, микрофон. Suspend Button. Да, это добавляется кнопка сна. Иногда системный монитор. Ну, выберите, что будете хотите, чтобы показывалось. Там все можно настроить. Юзер теме. Юзер теме. У вас установится, когда вы Gnome Shell установите, такая вот программка, да. И у вас тут будет расширение. И когда вы установите, надо немножко научиться. Я сейчас не буду. Но у вас будет юзер теме. И вы сможете эти темы скачивать. Оно не будет на всю влиять, а будет вот на мелочи. Можно подсветку, значки там. Ну, разберетесь. Там ничего сложного, да. Просто, ну, это на будущее. Не обязательно сейчас. Топ икон в плюс. Это хорошая вещь. Вот, допустим, сейчас мы видим отображение программы, допустим, для записи видео. То есть, чтобы отображались все иконки вверху, да. Программ, которые запущены. Юнит. Юнит. То есть, кто привык к юнити, грубо говоря, вот эти кнопки можно перенести вверх. Это кому как удобно. Ну, то, чтобы сделать внизу вот еще меню, да. Чтобы внизу отображалось. Мне это удобно. Windows навигатор у меня выключен. Ну, в принципе, вот и все. Дальше основные программы, которыми я пользуюсь. Double Commander. Хорошая, как Total Commander. Далее для записи. Simply Screen Recorder. Ну, и все остальное такое. Но основные программы у меня по чарам, идея, Android Studio. То есть, вы уже установите все, что хотите. Понимаете, в Debian зачастую тормозит что? Что люди пишут, что да, немножко устаревшее программное обеспечение. Какое? Они не пишут же. Грубо говоря, это, по сути дела, системные утилиты, которыми вы редко пользуетесь. А все остальные программы у вас, вы ставите самые новые версии. То есть, по сути дела, зато здесь все стабильные версии. И вот Debian настроил и забыл, да. Настроил и забыл. Она будет работать и работать. Но все-таки я рекомендую начинать с Ubuntu. Почему? Потому что Ubuntu вам придется некие вещи подправлять. Вы, во-первых, чтобы найти какие-то хаки эти все, там 10 минут надо. Во-вторых, вы с командной строкой подружитесь. А потом уже, когда научились, немножко хочется более спокойствия, переходите на Debian и все. Вопросов не будет. У вас будет все, работа стабильна. Какие вещи я еще упустил? Подумаю сейчас. Потом уже продолжу. Вот какие вещи я упустил. Первая вещь. Зачастую люди спрашивают, а я привык к винде. Ребят, я предупреждаю, что если вы начнете пользоваться Linux, к винде вы не вернетесь. Я тоже думал. И если, понимаете, вот я вижу вот эту вот агрессию, она и у меня была, что пишут, ой, бля. Ой, извините, что ругаюсь. Этот Linux, то Windows поменяет. А нафига мне там вводить в строке? Ребят, запомните, если вы обычный пользователь, то, в принципе, я не знаю, надо вам Debian, Ubuntu это или не надо. Оставайтесь обычным пользователем. Грубо говоря, будьте радуйтесь дырявой виндой и все. Если вы программист, то, извините меня, но не будьте вы программистом-лузером. Ну, некрасиво это даже. Надо система, которая поддерживается полностью командной строкой. Вот мы берем винду, да. Винду. Кстати, когда смотрите телевизор, вы хоть раз видели, что программисты показывали, что они там с Windows? Да никогда. Только те, кто разрабатывает программу под винда. Вот это Linux. Запомните, в Windows вы никогда не будете хозяином. Вы всегда будете человеком, даже не хозяином. Вы считаете, вот есть дом, и вы стоите за калиткой. То есть, вам будет позволено максимум ставить программы, тупо там файлом .exe хватать вирусов и так далее, и так далее. Но хозяином системы вы никогда не будете. Вы всегда будете около системы, и будете сидеть там, ждать, когда они там что-то исправят. Вам нужна система, которая полностью подчиняется командной строке. То есть, которую, вот как я вам показывал, можно настроить, построить для работы только чисто под себя. То есть, при помощи командной строке вы будете хозяином, потому что Linux полностью вас спускает к себе. И вы настраиваете систему, исходя из своих предпочтений. Это нормальная работа для программиста. Понимаете, да? Вот это самое главное отличие. И когда вы начнете пользоваться Linux, и увидите его удобство, особенно как для программиста, то больше к винде вы не вернетесь. Это я вам говорю. Хотя были годы, я долго шел к Linux, и ставил, и потом раздраженный был, и кто это придумал. Но надо просто немножко позаниматься. Надо потренироваться. И как только вы войдете во вкус, вас уже за уши не оттянет. Почему? Потому что вы будете себя чувствовать хозяином, настроили, и кайф ловите. А Linux, в отличие от Windows, да, вот Windows честь-честь, реестр вырвало, да, все, пошло все, что-то не так работать. Linux, вот когда он настроенный, сохранен, да, он пашет вот как этот, знаете, как марсоход. Он тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Всегда стабильно, всегда на той волне, которая вам нужна. То есть Linux ничего не будет воспроизводить сам по себе, да. Вот он пошел и пашет. Поэтому систембак установили, не забывайте сохранять точки сохранения. Обновили программное обеспечение. Поработали несколько дней, все нормально, сохранили точечку. Ну, в принципе, так. Что еще можно, что еще можно сказать? Ну, скажу по программированию. То, кто хочет работать с программированием, вот парень написал. И, в принципе, я сейчас в школе много написано. Вот парень спрашивал, вот недавно, да. Здравствуйте, Валерий Иванович, хочу узнать. Это я для Сергея Осадчева, вот он очень активный. Вот я вам сказал подождать, запишу видео, потому что он Linux пользовался. Кстати, вот сейчас я покажу еще одну, одни некоторые вещи, которые я привел в порядок. И дам ссылочку на статью ВКонтакте. Попрограммирование немножко скажу. Вот человек, да. Здравствуйте, Валерий Иванович, хочу узнать по поводу оплаты. Раньше не занимался у вас, но очень понравился, ставлю вами план обучения. Хочу начать изучение Python Kotlin параллельно, как вы советуете. Хочу уточнить по программе обучения. Курс по основам Python находится на сайте pro365.net, и дается бесплатно при покупке Django. Да, я рекомендую начать с Python. Скоро я доберусь до этого сайта, и сделаю его полученным, пока нет времени. То есть, по сути дела, вы покупаете, получить пожизненный доступ 1990 и получаете подарки, да, пока идет там акция. Дальше. Поэтому оплачиваю курс Python Django. Kotlin я оплачиваю тоже отдельно, да. Kotlin отдельный сайт, это где я вам рекомендовал. Ребят, сейчас я коротко покажу ответ, потом на канале, сами на этом же найдете много видео, почему. Значит, блокчейн, блокчейн сразу не обязательно. Kotlin и Python основное. В принципе, я дал ему ответ, и вам дам эту ссылку сейчас. Вконтакте разместил. Вконтакте, кстати, можно, вконтакте, можно отслеживать по школе эти новости. Андрей, вы все правильно поняли, только я изучать рекомендую, немножко поясню. Значит, осмотрите, смысл такой. Приходит человек в школу, он, будем считать, полный ноль, да. Полный ноль. Он, само собой, начинает изучать на pro365.net курсы, где нет технических никаких слов. Грубо говоря, как дети понимают, 6 лет. Разберетесь. Значит, когда вы дошли до функций, я рекомендую начать работу с разделом... С разделом «Практика Python OOP». Здесь все подряд, и здесь много ссылок. Вся работа в группе. Кроме видеоуроков, начинается у вас самостоятельная работа. На что она направлена? По сути дела, формируется ваше понимание в программировании. То есть, там поставлены вопросы в группе. Вы должны все это проискать сами. Проискать, то есть, наработать понимание, как задавать вопросы. И когда вы будете искать сами, то у вас будет работать уже ваш личный опыт. То есть, вы наработаете это уже практику. В момент получения, прохождения функции, вы сразу подключаете сайт Kotlin. Здесь 25 курсов мы все изучаем сначала поверхностно, чтобы начать вообще писать код. А потом, а потом уже начинаем копаться подробно в OOP. При этом не по книгам ни почем, а по классическим правилам. То есть, грубо говоря, берем с Википедии наследование. Смотрим, как это делается в Kotlin. Домашние задания по Python добавляются. В общем, таким образом. Значит, продвинутый уровень. Это более самостоятельная работа. Вот я отвечал, поставлены новые вопросы. Вы смотрите уроки, одно восприятие, когда вы начинаете выполнять домашние задания, начиная с простых. У вас откладывается основное. Там основной замысел научиться мыслить категориям языка. Поставлены не просто посмотреть, проделать, покопаться, а все найти самому через 2-3 месяца. Я омытаюсь сейчас. Вконтакте, захотите, найдете. Вот возьмем, приведем пример ученика Сергея Асачи, которому я сейчас видео пишу. Вот это было сообщение, написано 31 марта 2018 года. Он, в принципе, через полгода начал писать на двух языках. Вот его уровень на момент прихода в группу. Пять месяцев назад я Ubuntu установить не мог. Для меня было как-то собрать какой-нибудь космический аппарат. Но в школе все происходит покруче, побыстрее. По совету скинули, все дело сделано. Программа обучения нравится и так далее, и так далее. Прошло немножко времени. Сергей написал, да, уже другое, когда он начал писать. Потому что я там внизу даю видео еще. Сразу, наверное, напишу, что я думаю сейчас. Я сейчас перемещусь. Несколько месяцев было все как тумани. А, ну вот. Я не хотел учать Котлина. Сейчас хотел просто сначала пройти Пайтон. Узнав, что Котлин это мобильный рынок, я посчитал, что упускать это нельзя. Решил попробовать прицепить его. Я еще не понимал, как это повлияет, на мой взгляд, на программирование в будущем. Я отложил Пайтон, начал изучать Котлин. Уроков по Пайтон, уроков по Котлину тогда было немного. Я начал чередовать. Несколько месяцев все было как тумани. Единственное, что я чувствовал, это то, что у меня есть тонны информации, с которой я не понимаю, что мне делать. Я вымыт, он меня вырубает. Руки начали опускаться. Сомнение навалилось нормально. Я думал, что ничего не понимаю, но это мне только казалось. Ребят, запомните, это всегда только кажется. На самом деле, все я принимал. И картина открылась. Но картина открылась сам до конца не с одного. И я увидел, что у меня нет разницы между Пайтон и Котлин. Разница есть, но я ее понимаю, считывая. Сейчас я могу сказать, что изучение двух языков намного круче. В принципе, прочитайте здесь вот эти статьи, да, как правильно изучать. Джанг, хотите стать программистом, читайте вдохновляющие примеры ребят. Здесь пример Михаила Беляковского. То есть Дениса, который пришел, полтора года закинул, потом у него пошло. Михаила Беляковского. Здесь очень важная вещь, что он понял, как работать со справкой. Зачастую эти вещи люди упускают и не могут начать программировать. Ну и Сергея Осадчева. То есть я взял три аспекта. То есть человек, который бросил, но потом у него начал получаться. Человек, который, Михаил Беляковский, прошел какие-то курсы, да, за которые отдал большие деньги. И в школе начал уже писать довольно сложный код. Все попроще, да, пожизненный доступ. И человек, который начал писать на двух языках. То есть три истории, как вот пример, да, от чего отталкиваться. Что еще? Что еще? Недавно я показывал ребятам, писал вот это видео на ютюбе, да, то есть как правильно учиться. И показывал. В принципе, я еще не удалил. Не удалил. Вот если взять Сергея Осадчева на данный момент, я вижу, он с легкостью набрасывает, набрасывает, когда домашние задания. То есть я здесь даю домашние задания по Котлин. Говорю, а как это в Python, чтобы человек осознавал. И он, смотрю, набрасывает легенько на Котлин. Дальше то же самое уже составляет, набрасывает класс уже на Python. То есть вот это и есть смысл моей методики. Когда вы изучаете два языка, вы не два языка изучаете. А вы начинаете уже больше думать об основах языка. То есть, когда вам надо написать код, тоже наследование на Python и на Котлин, вы уже обращаете внимание на само наследование. То есть это уровень глубже. И по сути дела, какая разница, если это в каком-то другом языке? Да нет никакой разницы. Поэтому, ну, материалов много. Основной план, самый простой, если взять видеоканал YouTube. Видеоканал YouTube мой. То здесь, в принципе, и стоит видео. Не знаю, будет оно потом стоять или нет. Это не так важно. Ваш план и ответ на вопрос, как, собственно, изучать язык. Где, в принципе, я объяснил на пальцах, из чего стоит изучение языка, чтобы стать действительно программистом. На самом деле, совершенно не важно. Библиотеки, языки, вы это поймете. Школа дает хороший материал. Ну, в принципе, ребят, рассказал и то, и другое. В принципе, наверное, все, что хотел, рассказал. Все, ребят, спасибо большое за внимание. Все у вас получится. Главное, не бояться. Спасибо. Все получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok